привет друзья сегодняшнем видео хотел вам рассказать об антикоре чем лучше обрабатывать машину то есть каждая машина нуждается в антикоррозийной обработки то есть одна из самых распространенных антикоррозийных обработок это обработка битумной мастикой то есть вот такая одна из самых любимых скажем так для обработки мастика чем чем как бы она привлекает людей то есть ее наносят принципе на кузова взял кисточку мажешь принципе обрабатываешь любое любую поверхность металла но минус любой битумной и там на получил антикоррозийной обработки она боится мороза то есть в мороз как бы по нашим дорогам попадая камушек в битум начинает он трескается при этом в трещину попадает вода и машина начинает рожаветь и если в этом варианте для некоторых это не проблема сняли то есть и замазали заново то для других это заканчивается как бы дыркой в металле то есть в этом варианте не любит эту мастику любят ребята с сто так как после того как под ней попадает вода и очень легко снять то есть подорвав и сорвав ее с места и заварить дыру которая под ней прогнела я же вам хочу предложить вот такую обработку то есть называется она как пуш сало пусть ее советские времена да и в принципе кто сейчас в этом разбирается варили выбрали обыкновенная пуш сало в блоках разваривали его на отработке и обмазывали машину чем преимущество как бы вот такой обработки то есть у вас при высыхании она у вас ваш металл всегда находится в активной жир активной жирной фазе то есть в любом состоянии у вас металл постоянно жирный то есть он не будет не поддается гниению то есть он законсервировано то есть нижняя часть когда вы обрабатываете машину из нижней части то слой пыли и грязи который нападает прилипает к этой смеси то есть камушки были грязь принципе как бы это он сам по себе не вымывается водой то есть всегда как бы когда единственный минус если в машину подлежит будет ремонту будет подлежать то снять такое кусало то есть принципе можно снять и использовать повторно но очень тяжело просто снять ее шпателем надо обезжирить чтоб не спалить машину при сварке то есть это его как бы такой небольшой минус так что всегда использую как бы вот эти два герметика не герметика 2 коррозийных обработки такую использую я по наружу автомобиля днище такую же я использую внутри автомобиля то есть когда обрабатывается внутри то есть для того чтобы не было как бы наружных повреждений был просто перекрыт металл пуша таким пусть сало внутри как бы не заделаешь под ковриками так что был рад если мое видео было вам полезным ставьте лайки смотрите другие мои видео всем счастливо не забудьте подписаться на мой канал